мне довелось служить два года с осени 75 по осень 77 года наша воинская часть располагалась на окраине поселка нахабина московской области там в те годы было несколько частей воинских самая ближняя городу дедовск была наша даже название города несет смысловую нагрузку чувствуете в дедовск некоторые старослужащие после отбоя периодически наведывались к своим подружкам в общежитии где жили ткачихи в связи с этим сразу вспоминается саша панченко вот был дедок из большой буквы и казанова все в одном лице ему пофиг были салабоны дедовщина он жил своей жизнью а рота своей весь второй год службы панченко провел в ночных самоволках и на губе это было его обычное место дислокации самоволка почти через каждую ночь и пару раз в месяц обязательно губа случалось сразу после ужина он сваливал в дедовск а кто-нибудь на вечерней проверке за него я выкрикивал каждый раз конечно такой фокус не мог прокатывать умные офицеры понимали что гауфахта его не остановить и порой закрывали глаза на его проделки парень то он был отличный во всех отношениях и трудяга и недерзкий одним словом уважали его и солдаты и командиры хорошо относились хоть и портил он им показатели по дисциплинарным взысканиям но уж когда заступал на службу принципиальной дежурной пороки то панченко если не просчитал его и свалил в самоволку то вернувшись из дедовска отправлялся как правило на губу в 76 он дембельнулся но ни одного старика с такой теплотой и улыбкой как панченко мы уже никогда больше не вспоминали